Так, добрый вечер всем. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно нормально. Так, если тихо, то тоже мне напишите, пожалуйста, что-нибудь в чат, чтобы я видела. Угу, спасибо, Людмила, вижу. Так, остальным слышно меня? Никого не вижу пока. Так, Татьяна, вижу, спасибо. Так, Лариса, слышно хорошо? Нет, видно меня не будет, потому что если я включу камеру, то тогда будет тормозить звук. Поэтому я стараюсь вести без камеры. Смотреть будем презентацию, то есть вот сюда, на экран, в серединку. Так, хорошо, я думаю, что опоздающие к нам тогда подтянутся. Вот, а мы начинаем. Значит, сегодня у нас вебинар называется «Это эфирные масла и раскрытие женственности». Значит, о чем мы сегодня вообще будем говорить? Мы будем говорить о женских эфирных маслах, о том, как они на нас воздействуют, как воздействуют на наше тело, на наши эмоции. Я расскажу о методах их применения, о том, как с ними делать духи. Ну, немножко подробнее тоже эту тему я раскрою. Значит, у нас была заявлена тема на этом семинаре. Это знаменитые женщины в истории и те ароматы, которыми они пользовались. Вот, я решила сегодня как бы эту тему не затрагивать, потому что она очень большая, как выяснилось. И сделать на эту тему отдельный вебинар. То есть, если людям будет интересно, если будут такие запросы, вот, то пройтись по всем историческим эпохам и рассказать, какие духи из эфирных масел когда делали, и какие знаменитые женщины любили какие-то эфирные масла и как их применяли. То есть, вот такая вот у меня идея есть. Вот, а сегодня мы начинаем, собственно, переходим к теме нашего сегодняшнего занятия. Вот, вообще, вот, что такое женственность? Ну, мне встретилось определение, что это некий набор качеств, которые вообще ожидают от женщин. Ну, некая мягкость, доброта, терпимость и так далее. Ну, я не буду дальше называть, потому что для каждой это будет свой набор качеств. Вот, ну, существуют разные точки зрения вообще на тему женственности. Кто-то считает, что женственности можно научиться. Кто-то считает, что эти женские качества можно как-то обнаружить в себе и вытащить. Вот, а кто-то считает, что это некий природный, вот, генетический такой дар. То есть, это уже заложено и ничего с этим сделать нельзя. Вот, ну, лично мое мнение, что женским качествам можно помочь проявиться. И для этого нам понадобятся женские эфирные масла. То есть, в этом они нам могут помочь существенно. Ну, о том, как это сделать, я вот сегодня подробнее расскажу. Значит, какие у нас эфирные масла традиционно считаются женскими. То есть, это масла, которые исторически и по химическому составу применялись именно женщинами чаще всего. Масла, которые содержат вещества, близкие по структуре к женским половым гормонам. То есть, содержат компоненты, содержащиеся в наших половых гормонах. Это такие масла, как лаванда, гераль, иланг-эланг, мелисса, ромашка, мускатный шалфи, роза. Ну, также сюда относятся масло корицы, масло касси, масло ванили. Все масла абсолютно. То есть, все масла сделаны из лепестков цветов. Абсолютно все. Они относятся к женским гормонам, к женским гормонам. Вот также две смеси от Дутеры, о которых я хотела рассказать. Это смесь спокойствия и смесь шепот. То есть, обе эти смеси можно использовать уже как готовые духи. В состав смеси спокойствия входит лаванда, майоран, это, кстати, тот женское гормональное масло, масло римской ромашки, масло иланг-эланга. Масло сандалы не относится к женским маслам. Это такое, скорее, успокаивающее масло мужское. Вот чуть-чуть вот оно сюда добавлено. И масло ванили, женское масло. Масло шепот, вторая смесь масел. Она содержит женский абсолют, то есть, такие масла, как роза, жесмин, из женских я называю сейчас, корица, иланг-эланг, ваниль. Вот. И также четыре мужских гормональных масла. Это бергамот, это ветивер, это сандал и это почули. То есть, вот такая вот смесь получается, достаточно красиво. Вот и та, и та смесь, их можно уже использовать как готовые композиции для духов. То есть, они достаточно гармоничны с вами по себе. Вот. Если у вас вопросы по поводу каких-то масл, то есть, если вы думаете, что они тоже относятся к женской группе, или не знаете, к какой группе они относятся, вот можно мне написать или написать в чат и спросить. То есть, это вот, собственно, женские масла, тот вот спектр, который я описала женских масел, те масла, с которыми можно стать счастливее, с которыми можно стать спокойнее, с которыми можно увеличить, проявить свои женские качества. Вот. Ну, немножко поподробнее расскажу о том, как они будут работать в нашем организме. Ну, дело в том, что в нас изначально генетически заложены некие женские составляющие. Ну, во-первых, это гормональная составляющая, собственно, на которую воздействуют масла гормональных групп, те, о которых я сказала, женская эмоциональная составляющая. С ней будут работать масла, которые оказывают, ну, достаточно выраженное воздействие на нашу нервную систему. Это такие масла, как стимуляторы, сюда относятся те масла-специи, масла-релаксанты, которые относятся и к женским, и к релаксантам, то есть лаванда и ланг. Вот. Ну, это вот тема моего предыдущего вебинара, кто был, тот вспомнит, о чем я говорю. Третья группа, это, третья составляющая, это интеллектуальная, с ней работает хвойная группа, пари, спицы, ели и так далее. Духовная составляющая, сюда относятся все культуры масла лады, мира и сандал. Вот. Но сегодня я буду говорить в основном о гормональной составляющей, поскольку она достаточно сильно воздействует на все остальные. То есть от того, насколько в порядке наша гормональная система, будет зависеть и состояние нашего организма, наше тело, и, собственно, наши эмоции. Ну, вот, следующий слайд, собственно говоря, вот, говорит о том, что, опять-таки, как я уже сказала, повторюсь, физическое и эмоциональное состояние женщин во многом зависит от гормонального фона. И гормональная система наша помогает нам справиться со стрессом. То есть, ну, вот, немножко физиологии, чтобы как было понятно, чтобы можно было идти дальше. Вот. Ну, мужчин и женщин отличают друг от друга то, что в них разные гормоны помогают справиться со стрессом, отвечают за стрессоустойчивость. У женщин это окситоцин, то есть окситоцин успокаивает, помогает, ну, как-то, вот, замедлиться, остановиться. А тестостерон, он, наоборот, активизирует, то есть на тестостероне люди, наоборот, становятся активнее. Дело в том, что очень часто возникает у женщин такая ситуация, что они сами того не желают, начинают продуцировать вот этот вот тестостерон. То есть на состоянии стресса они начинают, наоборот, еще больше проявлять активность. И получается замкнутый круг, да. Чем выше, чем больше тестостерона, вот, тем больше активность, тем, соответственно, его опять больше вырабатывается, вот, и тем сильнее женщина начинает бегать, и вот этот вот такой вот замкнутый круг получается. Ну, вот надо постараться как раз, чтобы вырабатывалось в стрессовых ситуациях именно окситоцин, а не тестостерон. То есть, ну, гормональные масла как раз вот помогут нам в этой ситуации. То есть что мы здесь можем сделать? Сейчас я расскажу дальше. Вот, ну, такие достаточно общие советы вначале. Вот, как раз окситоцин отвечает, да, за нашу женственность, за наши женские качества. Поэтому мы должны стараться, чтобы его в нашем организме порабатывалось как можно больше. Ну, помимо эфирных масел гормональных, вот тех, что я сказала, вот, ну, несколько таких общих советов. Что мы же перейдем непосредственно к ароматерапии. Во-первых, хотя бы 30 минут в день посвящайте себе уходу за собой, за своей кожей, за своими волосами, за своим телом. И очень хорошо, если вы для этого будете использовать первые масла, это позволит усилить эффект. Очень важно соблюдать режим дня. Если он не соблюдается, то окситоцин зарабатывается, ну, хуже, чем мог бы. Потом желательно замедлить, нежелательно бегать, то есть спешить куда-то, это тоже зарабатывает сторонние окситоцины. Общаться с единомышленниками, гулять на природе, ну, это тоже понятно, вести здоровый образ жизни. И носить юткие платья, потому что, ну, стараться по возможности, потому что ношение узких брюк, ношение джинс в воду в моде, вот как раз сегодня прочитал на эту тему статью, не полезны для женщин. То есть это блокируется кровоток как раз вот в наших женских органах. Вот, ну, поэтому по возможности стараться, вот брюк нам нужно отдыхать. И вот, ну, теперь о способах применения женских спирных масел. А, извиняюсь. Вначале о том, как они более подробно, как они воздействуют на наш организм. Ну, во-первых, они стимулируют выработку эндорфинов. Эндорфины, то есть те ромоны радости, которые обучают вот наше хорошее настроение. Второе, они регулируют нервную и эндокринную систему. То есть убирают такие качества, как разжитизм, такие состояния, депрессия. Особенно хорошо они работают в периоде ПМС, в климактерическом периоде, то есть позволяют вот эти вот все неприятные симптомы убрать. Затем женские масла обезболивают в неприятные моменты. То есть связаны именно с вот этими вот нормональными перепадами. То есть очень хорошо все вот эти женские нормональные масла используют при болезни в месячных. Можно наносить на место живота на базисном масле, наносить на поясницу. То есть то масло, которое вам больше всего нравится, можно взять, смешать с базисным маслом и наносить при каких-то неприятных болезных ощущениях. Вот затем головная боль. Часто бывают медленные головные боли при месячных. Тоже очень полезно использовать женские ромональные масла. То есть, ну, если такое есть, да, если вы знаете с собой, что у вас болит голова, вот, то где-то дней за 5-7 до 5-5 месяцев вы начинаете готовиться. То есть вы насыщаете свой организм женскими маслами. Принимаете ванны женскими маслами, делаете массажи, включаете в диффузере в аромолампе. То есть так или иначе вы насыщаете свое тело женскими маслами. Вот также эти масла помогают при лечении бесплодия при вагинальных инфекциях. У нас в июне как раз будет вебинар на эту тему. Не пропустите его, как раз там будут рецепты по лечению женских инфекций. Женские масла активизируют кровообращение в органах малого таза. Ну, позволяют убрать какие-то застойные процессы. В общем, очень полезно воздействовать на нашу ромональную, на нашу репродуктивную систему. Вот, помимо этого, они исчиливают выработку в ферамонах. То есть было научно доказано, что наше тело способно выделять либо ферамоны, то есть те запахи, которые притягивают противоположный пол, но эти запахи носом практически не улавливаются, они подпороговые, но на каком-то сознательном уровне они улавливаются. Вот, либо наоборот, женщина в стрессе вырабатывает аттрактанты, то есть те вещества, которые наоборот людей отталкивают, отпугивают. И вот как раз женские масла, они стимулируют именно выработку ферамонов. Вот, ну и, собственно, последний пункт. Они омолаживают и разглаживают кожу. Вот, ну тут как бы объяснение не требуется, потому что понятно, да, что женские масла, они насыщают наш организм ромональными компонентами, и это работает как вот эти вот все ромональные крема, как инъекции, только гораздо более мягко, гораздо более плавно и более физиологично. Ну, теперь поподробнее, как мы можем, что мы можем сделать с женскими маслами. Самое простое, это нанести масло на расческу, сделать ароморасчесывание. Такая вот очень красивая эстетическая методика, очень приятная. Это можно делать вместо духов и для, собственно, оздоровления, чтобы волосы блестели. Очень хороший способ. Когда вы берете сверное масло, 2-3 капельки капаете на расческу и расчесываете все волосы. Ну, такое можно делать в течение дня где-то 5-7 раз. Следующий способ – это умывание с ферменом масла. Это очень простая такая эффективная косметическая методика, которая дает заряд бодрости, хорошего настроения. Вот, и также позволяет получить хороший цвет лица, если это регулярно делать. Берете один стакан воды комнатной температуры, туда капаете одну капельку нежгучего, обязательно нежгучего женского ферменного масла. То есть какое-то масло типа кассии, корицы брать нельзя. Берете какие-то мягкие женские масла, лучше всего либо гераль, либо лаванду. Разбалтываете, закрываете глаза и выплескиваете на лицо, на шею эту воду с ферменом маслом. После чего ни в коем случае не трете ничего, ждете, пока вода с маслом питается. Следующая методика, очень эффективная, очень хорошая, это арома ванны. Ванны с ферменом маслом. При приеме ванны ферменом маслом контактируют со всей поверхностью тела. То есть воздействие идет через кожу. Плюс идет инвестиционное воздействие. То есть воздействие у нас получается такое двойное. Ну, напомню методику приема арома ванн, как мы и делаем. Перед приемом ванны обязательно принимаем душ. После ванны мы не споласкиваемся, чтобы эфирные масла хорошо впитались в нашу кожу. И эфирные масла вносим в ванну обязательно через эмульгатор. Эмульгатор тоже нам дает дополнительный косметический эффект. Поэтому мы подбираем эмульгатор по типу кожи. Мы можем взять морскую соль. Мы можем взять какие-то молочные продукты, типа кипер, сливки, молоко. Можем взять вино в качестве эмульгатора. Можем взять мед. То есть желательно перед тем, как вносить эфирное масло в ванну, обязательно его в чем-то растворить. На ванну берем стандартную дозировку, где-то 10-12, 12 даже много, 8-10 капель пивного масла. Я знаю, что некоторые люди без эмульгатора принимают ванну. То есть такое тоже. Это можно сделать. Но если вы знаете за собой, что у вас очистительная кожа, если она реагирует на мед. То есть если у вас очистительная кожа, ну вот в моей практике встречалась чувствительность повышенная на цитрусовые масла, на бергамот, на лимон, то обязательно тогда эмульгатор и обязательно уменьшайте дозировку. То есть начинайте не с 8 капель, а каплей 34. И понаблюдайте, как ваша кожа будет реагировать на эфирное масло. Значит, следующая методика – это аромодиффузор, либо аромолампа. Ну, я рекомендую аромодиффузор, потому что все-таки холодное испарение фермофаса для нас предпочтительнее. То есть при тепловом воздействии в аромолампе какие-то компоненты могут разрушаться. Вот, а если мы включаем аромодиффузор, то масла в холодном состоянии испаряются в воздух, и при этом они попадают в наш легкий, в неизмененном виде. Напомню, что на помещении где-то 20 квадратных метров нам нужно порядка 5-7 капель эфирного масла. Это будет достаточно на час работы с фермером или аромолампой. Следующая методика, она очень простая – это вдыхание масла из флакона. Чем она удобна? Позволяет получить свою дозировку эфирных масел в любом месте, в любой ситуации. То есть вы просто достаете ваш флакончик из сумки и делаете где-то 12 спокойных вдохов и выдохов. Потом где-то 3-5 минут отдыхаете, прерыв 3-5 минут. Потом по необходимости можно повторить. И вот в течение дня несколько таких циклов можно сделать. Данный очень хороший способ для жестких флаконных масел – это массаж. Массаж, ну, для массажа, как для косметического массажа лица, так и для массажа всего тела, нам понадобится где-то десертная ложка масла основы, то есть порядка 10 грамм, либо 2 чайные ложки, и 3-5 капель эфирных масел. То есть, ну, вот это на один раз, если вы делаете. Ну, массаж с женскими маслами очень хорошо взял для лица, то есть это омолаживает лицо, омолаживает, подтягивает кожу. Вот, ну, такие вот классические рекомендации женских масел – это лаванда, это герань, это иланг-эланг и готовая смесь от дутера, смесь спокойствия. Тоже очень хорошо воздействует на нашу кожу. Если вы хотите сделать массаж всего тела, допустим, антицеллюлитный массаж, то я напомню, что для него вам понадобятся женские масла, опять-таки, для улучшения тонуса кожи. Можно сюда прибавить немножко специй, корица, кассия, перец, чуть-чуть, одну каплю, вот на эту дозировку, что я сказала, и где-то 2 капли цитрусовых масел. То есть, чтобы у нас получилось вместе где-то, да, 3-5 капель, что у нас получилось. Значит, если сделать общий массаж у нас не получается, если у нас нет на это времени, вот, то мы можем сделать точный массаж, то есть такой экспресс-метод. Для него нам потребуется взять чисто эфирное масло и размешать в базисном один к одному, то есть берете капельку эфирного масла на ладонь, берете капельку базисного масла и делаете массаж по точкам. Значит, ну, по-моему, какие у нас есть биологически активные точки. Во-первых, это середина лба, облиц третьего глаза, крылья носа, две точки, запястье, мочки ушей и за ушами, беремная ямка и затылочная ямка. То есть, по вот этим вот точкам можно сделать быстренько массаж. Если нет сил, делайте общий массаж или нет времени. Следующая методика – это душ с эфирными маслами. Очень хорошая методика. Она позволяет повысить иммунитет, закаливает организм, помогает проснуться. Какой-то прилив жизненных сил дает очень хороший. Ну, если обычно ее делают утром, эту методику. Помогает очень взбодриться, проснуться. Методика такова. Вы берете какую-то емкость, желательно широкую, наливаете в нее 3-5 литров воды, прохладной, и прибавляете к этой воде 5-10 капель эфирного масла. Опять-таки, не жду ничего, лучше какое-то зеленское масло, типа лаванды, мяты, ой, не мяты, не рани, майорана, ромашки, вот какие-то такие вот масла. Перемешиваете и выливаете эту воду на себя, себе на шею сзади. То есть, переносите назад и выливаете сзади на себя. Нежелательно, чтобы попадала эта вода на лицо, понятно, потому что все-таки достаточно большая концентрация на эфирных масел, получается 5-10 капель, поэтому мы выливаем на себя сзади. При этом желательно тоже не вытираться, подождать какое-то время, чтобы вода с маслами впиталась в кожу. Вот, ну, дальше следующий способ, это вымыть голову с любимым эфирным маслом. Вообще считается, что мытье головы, это вот такая очищающая, очень полезная процедура вообще для женщин, что если вы устали, если у вас плохое настроение, если у вас ни на что нет сил, то очень полезно вымыть голову. Тем более полезно и вымыть сзади маслом. Вы берете 4-5 капель сзади масла на одно применение, выдавливаете шампунь на ладонь, перемешиваете и мыете голову. Следующий способ, это составление духов, либо себе, либо под друзьям. Здесь я расскажу чуть попозже, более подробно о составлении духов. И следующие способы, какими мы тоже можем использовать, женские эфирные масла. То есть, вот эти способы все я о них более подробно рассказывала в предыдущем вебинаре, нестандартные методы применения эфирных масел. Сейчас я вам в чат напишу ссылочку, где можно послушать запись. Кто у меня не был на этом вебинаре, кто не слышит, сейчас я вам ее напишу. Вот ссылочка, по которой можно послушать этот вебинар. Там будет об этом более подробно рассказываться. Это медитация с аромамаслами. Это аромамассаж плюс тон терапия. То есть, обычный аромамассаж, плюс на спину, на которую вы уже не нанесли эфирное масло вместе с базисным, вы выкладываете горячие подогретые камни вдоль позвоночника. На несколько, ну на 10-15 минут. Это очень хорошая методика. Позволяет очень эффективно расслабиться. Мы это черепендуем. Ну, потом ароматизация постельного белья. Я тоже, когда это рассказывала. Распыление масел в помещении. Ну, тут тоже понятно. Диффузер, либо аромалампа. Чай с эфирными маслами. Ароматизация чайной заварки. Арома кулинарии. Это вот тоже все в прошлом вебинаре у нас было. Композиции суси цветов и так далее. Там были еще методы. И теперь расскажу немножко о эфирных маслах-афродизиаках. И затем дам вам рецепты духовств с эфирными маслами-афродизиаками. Значит, посмотрите вот на этот вот столбик эфирных масел внимательно. В основном это женские и мужские гормональные масла. То есть масла, которые содержат гормональные компоненты, либо той, либо другой группы. Но здесь есть два исключения. Это масло апельсина и масло двоздики. Они не относятся к гормональным группам. Но я их добавила, потому что в композиции с остальными маслами они звучат очень хорошо. Вот апельсин очень хорошо идет в качестве верхних ноток для таких вот теплых духов со специями. Гвоздика тоже чуть-чуть, одна капелька гвоздики в духах. Вот звучит очень красиво. По своему психоэмоциональному действию апельсин вообще позволяет раскрепоститься, позволяет легче общаться. То есть в целом такое вот масло радости, масло счастья. И вот в композициях с первыми маслами апельсиаками это масло очень к месту. А масло гвоздики, оно наполняет энергией, оно наполняет силой, таким вот теплом тоже очень к месту будет во всех этих вот композициях, которые идут у нас дальше. Но все остальные масла это женские, либо мужские гормональные. Бергамот мужское масло, ветивер мужское масло, герань женское масло, ланг женское, имбирь, кипарис это мужские масла, корица женская, пачули, сандал мужской и мускатный шалфей это женское гормональное масло. Значит духи, переходим к теме духов, собственно какие духи у нас бывают. Духи у нас бывают в пяти видах. Первое, это спиртовые духи. То есть когда вы берете в качестве основы спиртоводную смесь, берете где-то одну шестую часть спирта, берете пять частей воды, в спирт капаете пирное масло, встряхиваете, все это у вас немножко стоит несколько дней, вот и такими духами можно уже пользоваться. Второй вариант, это масляные духи, тоже достаточно несложный вариант, когда вы берете какое-то масло основу, например масло в жабам лучше всего, либо масло в наградной косточке, вот берете где-то до десяти капель эфирного масла на один миллиметр основы, то здесь достаточно большая концентрация может быть эфирных масел. Вот, ну в спиртовых духах она обычно может быть меньше, где-то до трех-четырех капель на один миллилитр объема с лаконом. Ну это такие наиболее распространенные варианты. Вот, и такие варианты старинных духов, три варианта, вот как раньше делали дамы духи средние века, очень было популярно делать твердые духи. Ну вот, твердые духи это примерно то же, что гигиеническая помада, только с определенным запахом, то есть той композицией, которую вы хотите. Значит, основа для твердых духов примерно такая же, да, я уже сказала, как для гигиенической помады. Вы можете взять какую-то гигиеническую помаду, ее расплавить и добавить туда вашу композицию твердых масел. То есть это самый простой вариант. Либо вы можете сделать основу сами, то есть смешать пчелиный воск с маслом жижабан. Значит, вот этой основы вам нужно совсем немного, то есть где-то порядка около пяти грамм. То есть одна чайная ложка, не больше. Вы это плавите на водяной бане, вначале твердые компоненты плавите, плавите воск, масло из жабан, либо извлеченную из тюбика помаду. Все расплавилось. И затем вы капаете в основу 30-40 капель своей композиции эфирных масел. Перемешиваете, переливаете, перекладываете в коробочку, закрываете, оставляете в холодильнике. И через несколько часов уже можно использовать эти твердые духи. Следующий тоже такой довольно интересный вариант, это мягкие духи. Помимо масляных, о которых я уже вам сказала, можно делать кремовые духи тоже. Вы берете в качестве основы любой крем, либо косметическое молочко без ароматизатора. Вот можно взять основу от Дутеры. Есть гелевая основа для рук, для тела. Вот, либо можно взять масло, можно взять масло джоба, можно взять масло макадамии, либо масло водоградной косточки. То же самое. 40 мл. Так, ой, извиняюсь, у меня тут упечатка. 40 мл это очень много. Берете 40 капель, конечно, не 40 мл, потому что это очень-очень много. Берете 40 капель вашей композиции и смешиваете с двумя столовыми ложками крема, либо молочка. Вот, и то же самое, все это должно постоять немножко, и можно наносить по чуть-чуть на точки пульсации, то есть на запястье, под коленки, беремная ямка, с ушами, то есть, ну, вот обычно туда, куда нужно наносить духи. Следующий вариант это саше, или духи в порошке, или в пудре. Тоже вот в средние века очень часто применялась такая вот основа для духовки, когда брали либо пудру, либо тальк. Где-то порядка 4 столовых ложек тут понадобится. И то же самое, 40 капель вашей композиции. Все это перемешивается, встряхивается, рассеивается. Вот, и такой пудрой можно тоже наносить ее на тело после душа, очень приятно. Вот, у меня была такая какое-то временное в жару тоже очень хорошо, принять душ и нанести на тело вот такую вот пудру. Ну, на лицо лучше не наносить, понятно. Вот, а для тела вполне она подойдет. Вот, теперь вот о том, какие эфирные масла, как сочетаются друг с другом. То есть, я тут сделала подборочку духов именно для вечера, для двоих. Вот, в основном они уже для пар со стажем, вот, чтобы внести какую-то яркость, разнообразие в отношения. Вот, это у нас будут 1, 2, 3 и 5 композиции. Это уже для пар. Вот, кто хочет сделать что-то новенькое, там, чем-то побаловать партнера, вот, кстати, сделать такое интересное. Вот, и четвертое, это композиция для, именно для молодых девушек, которым трудно сделать какие-то первые шаги знакомства, трудно общаться, вот, они стесняются, то вот для них вот это будет четвертая композиция. Вот, то есть, это такие вот композиции для вечера. Достаточно тяжелые, это именно композиции о кузяках. Значит, я не указала пропорции специально. Почему я не указала пропорции? Потому что чего-то вы можете взять больше, чего-то вы можете взять меньше. Вот, во всех этих композициях, если вы обратите внимание, присутствуют и первые масла, и верхних, средних и нижних ноток. То есть, они там все есть. В качестве верхних нот я вот взяла апельсин в основном во всех композициях. Вот, четвертое у меня идет лимон и апельсин и бархат. Так, и пятый у меня идет бергамот. То есть, цитрусы у нас идут всегда в качестве верхних нот. И вы берете их порядка 50% от всех зверных масел, которые входят в композицию. То есть, их должно быть достаточно много. Второе, что вы берете, это цветы, либо специи. В качестве цветов у нас тут и ланг, и ланг. Так, сейчас я посмотрю, если что-то у нас еще. Да, бархатцы. Так, да, и все. Больше у нас тут цветов никаких не нет. То есть, и специи. То есть, это у нас средние ноты. Это сердце нашей композиции. В качестве средних нот я взяла... Так, первые композиции корица и имбирь. Во второй кориандр, черный перец, корица. Третий мускатный орех, корица и имбирь. Так, четвертая корица. Пятая мускатный орех, имбирь и тивер. Вот, это сердце нашего аромата. Вот. Также для того, чтобы наш аромат долго держался, чтобы он был стойкий, мы обязательно добавляем нижние нотки, то есть тяжелые нотки. То, что нам подводит наш аромат закрепить, как-то дефиксировать. Да. Вот, в качестве фиксатора, вот здесь вот, сейчас я скажу, что я взяла первую композицию на сандал. Во вторую у нас тоже сандал. Так, третья витивер, сандал. Так, четвертая у нас миниран. Миран. 50% от верхних ноток, получается 40% средней нотки и порядка 10% нижней ноты. То есть тогда вот наша композиция, она вот красивая, она вот гармоничная, и все будет у нас сочетаться между собой и будет держаться где-то порядка трех часов. Ну, смотря куда, на самом деле, вы нанесли. Если вы нанесли на одежду, на волосы, скажем, сделали ароморасчесывание, то может быть и дольше. То есть может такая композиция. Ну, не знаю. У меня вот были композиции, которые у меня держались, допустим, всю зиму. Я наносила на шерстяные вещи, на шерстяной свитер, и композиция держалась очень-очень долго. Вот. Это вот благодаря фиксатору, благодаря нижней нотам. Если вы возьмете много верхних нот, то она быстро улетит. То есть если возьмете много цитрусовых, а про нижнюю ноту вы забудете, она улетит где-то у вас за 20-30 минут. Вот это вот верхние ноты, они улетают за это время. Вот. Ну, нижние ноты, да, нижние ноты до трех часов, и средние ноты где-то порядка у нас часа-двух держатся. За это время они улетают. То есть, ну вот, вам для подсказки, если вы не знаете, какие масла относятся, каким верхним нотам, средним нотам, нижним нотам, можно посмотреть испаряемость фирмных масел. То есть есть справочники, где можно посмотреть, с какой скоростью испаряются фирмные масла. Если они испаряются быстро, то это верхние ноты, соответственно. Если испаряются очень медленно, то это нижние ноты. Вот. Ну, собственно, на этом я сегодняшнее наше занятие заканчиваю. Вот. Если есть какие-то ко мне вопросы, если что-то непонятно, то пишите, задавайте. Вот. Запись этого вебинара у нас будет, я его записывала. Вот. Так что через какое-то время появится на Ютубе, можно будет послушать. Вот. И вот, собственно, мой e-mail, мой скайп и мой телефон. Если какие-то вопросы по ароматерапии, по эфирным маслам Дутера, то я жду ваших вопросов. Спасибо, Ирина. Спасибо. Так, ну вот, если вопросов у нас тогда нет, тогда будем сегодня заканчивать. Вот. Спасибо, что сегодня со мной были. Да. Спасибо вам. Всем добрый вечер. В общем, я поговорила с вами со всем. Все. Всем до свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok